Большой Белый Густав, книжная новинка рассказывает, как починенные боялись Маннергейма, Ильты Санамать, Финляндия. Се Павариус, Ильты Санамать, Финляндия. 27 октября 2019 года. В своей главной ставке финский маршал Карл Густав Эмиль Маннергейм, Чарл Густав Эмил Маннераим, был господином, который изредка мог соизволить снизойти до своих починенных. Густав Лебланчетт Легрант, Большой Белый Густав, маршал Маннергейм, пребывает в гордом одиночестве, не показывается народу и ничего не говорит, писал руководитель иностранного отделения главной ставки подполковник Яоси Ханнула, Яоси Аннула, за три недели до начала Зимней войны. Ханнула была беспокоен тем, что Маннергейм был в опасной степени зависим от информации, которая поступала от его ближайшего окружения. Однако он все же доверял хищной мудрости этого человека. Об оценке Ханнула сообщается в книге Мика Корья Лайнина. Мика Корью Лайнин. Главная ставка. Руководство военного времени. 1918-1944 годы и год. Паама Эсаду Наяны Атай Секунта. 1918-1944 годы. Издательство Атава. Атава. Ханнула тщательно изучил работу штабов Маннергейма в трех войнах, но главный акцент сделан на войне продолжении. Советско-финской войне 1941-1944 годов. Строгий контроль шведский военный этажа. Офицер Карлос Адлер Критц, Чарлос Адлер Черриутц, наблюдал за работой главной ставки Финляндии со стороны. По его мнению, Маннергейм относился к своим починенным очень строго. Они восхищались его личностью, но Маршал не мог терпеть, когда его взгляды подвергались сомнению. Поэтому нужно было дождаться подходящего момента, чтобы сообщить известие, которое могло его разозлить. Починенные боялись главнокомандующего настолько, что не хотели высказывать несогласие с его позицией. Правда, не все хотели присмыкаться перед Маршалом. Если починенный утрачивал доверие Маннергейма, то Маршал был к нему беспощаден. Обычно этот человек больше не получал ответственных заданий. Болеющий Маннергейм во время войны продолжением Маннергейм много болел. В книге сообщается, что президенту Финляндии Риста Рюти, Риста Рюти, пришлось задуматься о том, что придется делать в том случае, если Маннергейм скончается. Было принято решение, что в таком случае Рюти станет главнокомандующим и поедет в главную ставку в Микеле. Рюти сказал министру финансов Вейню Таннеру, Вейну Таннер, что Маннергейм находится в том возрасте, когда настроение меняется каждый день. Он слишком много думает о своем некрологии и о том, в каком свете он предстанет перед будущими поколениями. Маннергейм обеспокоили сильные простуды. В конце зимы 1942 года немецкий генерал Вальдемар Эрфурт, Уалдемар Эрфурт, писал, «Я встретил Маннергейма, когда направлялся из главной ставки на обед в отель Клева, Клева. Он шел с тростью, потому что на улице было скользко, и, как мне кажется, за последние месяцы заметно постарел. Тогда Маннергейм только оправился от простуды, из-за которой он даже попал в больницу. Весной 1943 года Маннергейм отправился поправлять здоровье в швейцарский город Лугана, что было очень необычно для главнокомандующего страны, участвующей в войне. В ноябре 1943 года Маннергейм снова сильно заболел. Ухаживающий за ним врач сказал, что вероятность смерти в его случае – 80%, вероятность выжить – 20%. Однако Маннергейм выздоровел. В марте 1944 года Маннергейм поскользнулся и сломал запястье, когда возвращался с обеда. Несмотря на то, что на тот момент маршала было уже 77 лет, через пару дней он вернулся к службе, с перевязанной рукой. Когда наступило тяжелое лето 1944 года, Маннергейм был в строю. Все ждали падения Ленинграда в своих воспоминаниях. Маннергейм рассказывал, что не хотел руководить наступлением на Ленинград, город на Неве, потому что это не соответствовало бы интересам Финляндии. В книге представлена такая трактовка событий. Маннергейм считал, что будущее руководство России обязательно отомстит за уничтожение Санкт-Петербурга. По оценке Мика Корья-Ленина, Маннергейм все же не имел ничего против того, чтобы город атаковали немецкие братья по оружию. Финна старались изо всех сил, чтобы обеспечить условия для успеха проводимой немцами операции. Еще в конце лета 1941 года Маннергейм предложил генерал Уэрфурту переместить 163-ю немецкую дивизию из Ладожской Карелии на Карельский перешейк, откуда она при поддержке из Финляндии могла бы нанести удар по Ленинграду. Кроме этого, военное руководство Финляндии было бы готово продвинуться по Карельскому перешейку в сторону Ленинграда, если бы сопротивление Красной Армии слабло из-за наступления немцев. В конце зимы 1943 года генерал Пава Тальвила сообщил военному командованию Германии, насколько важным был бы для Финнов захват Ленинграда, но тогда уже близилось завершение Сталинградской битвы, что означало грядущее поражение Германии. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.